Операция также предоставляла муниципальную поддержку в виде 50% собственных гибридных территорий, которые они сделали уже не всегда. На территориях района имеется ряд свободных инвестиционных площадок с возможностью распространения на них новых производств. Таких площадок более 10, все они практически находятся вдоль трассы М-1, практически везде имеют инженерные сети, инженерные коммуникации и дороги. То есть, в принципе, имеются как частные инвестиционные площадки, так и муниципальные. Одним из примеров также реализации на территории Гагаринского района является УПС «Витамин». Он реализует проект «Новая семейная ферма». Проект включает в строительство фермы для содержания крупного рогатого молочного направления на 140-голом дольного строя. Молодняк крупного рогатого обустройства по 10-ти виски новокотов для обеспечения карманной базы строительства цеха по переработке тонн собъема и производству миллиметрических тонн в сутки. Приоритет на уровне инвестиционной деятельности на территории Гагаринского района – это создание новых предприятий, производство инвестиций, модернизация более 10 существующих предприятий, модернизация объектов социальной сферы, проведение капитальных ремонтов и реконструкций более чем 10 школьных образовательных учреждений. Также к развитию инфраструктуры относятся ремонтирование автомобильных дорог, у нас отремонтировано более 10 километров, и развитие туристического регуляционного потенциала. То есть туристически более чем 4 тысячи гектаров предусмотрено для развития туризма на территории Гагаринского района. Одним из примеров развития туристического направления является Вазуза-Рокон-реклама. Новый отель тренимум-класса на берегу Вазузского проходили через несколько лет одно из самых красивых, экологических, чистых уголков Смоленской области. Место прекрасных, экологических, свежего воздуха и отличный реклама. Там имеется гостиница и 12-й клуб-коттедж. Также, как я и говорил, что один из примеров этой инвестиционной площадки, я знаю, из таких. Это инвестиционная площадка в Белкино-Зайцево-Старе. Как пример, 380 гектаров Гагаринский район находится на 178-м километре на дороге Москва-Вазуза. Также, одним из предприятий, которое развивается на территории Гагаринского района, является одной из крупнейших в России по именномортизе. Это Ролеводческий фонд, исполнен, работающий по передовольным европейским технологиям. Это ГРОУ-ПХА. Сейчас он является одним из самых больших территорий Российской Федерации. Производят они 900 тонн мяса в год. Общая стоимость проекта составляет 1 млрд рублей. Сейчас будет строиться вторая очередь данного проекта и уже будет предусматриваться 1,5 млрд рублей. Также на территории Гагаринского района развивается такое фермерское хозяйство, на очень товарной фирмы деревне Зекиево сельского поселения Гагаринского района. Насчитывает более 542 млрд крупного рогатого страта, черно-вертая пара, собственная кормовая база, более 600 тонн молока в год уже произведен в 2018 году. Общая стоимость проекта составляет 120 млрд рублей. Также на территории Гагаринского района действует и существует агропромышленное фермерское хозяйство. Это в свое время современный комплекс подработки и хранения зерна производительностью 30 часов тонн. Комплекс рассчитывает на многовременное хранение 12 тонны зерна. Сейчас они еще более развиваются, строят свой вольный цех, из которого уже к концу этого лета 10 минут. Данное предприятие у нас также расширяется. Спасибо за внимание. Продолжение следует...